Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики Рум Капитал на самом лучшем портале в русскоязычном мире, Utrade TV, и, конечно, с нами сегодня популярный наш спикер, хорошо известный во всем мире, друзья, супер спикер. Мы его раньше называли еще победитель биткоина, но поскольку биткоин уже погиб практически, победитель дракона, остался без дракона. Вот такая интрига, друзья, у нас. Владислав Воробьев, Владислав, приветствуем вас! Он уснул, он не умер, не надо. Ладно, друзья, всем здравствуйте, пятница наступила, слава Богу, спасибо, как всегда, за креативное представление меня, я, как обычно, краснею, вот, хоть этого и не видно в кадре. Рад вас всех видеть, конец недели, слава Богу, наступил, действительно, впереди выходные, но перед тем, как полноправно можно сказать, вступить в отдых. Давайте все-таки подведем итоги дня сегодняшнего, ну, точнее, сегодняшнего дня прогноз сделаем, подведем, можно сказать, итоги недели и посмотрим, что же у нас получилось. Ну и традиционно всем доброе утро, день, вечер, где бы вы ни находились и в каком бы часовом поясе нас не смотрели. Итак, друзья, для начала несколько слов об Arum Capital, вспоминаем, что это международный брокер с лицензией от Syset по номерам 323.17. Также напоминаю, что торговля с Arum Capital 100% на ebook, ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке, при этом вас ждет целый ряд преимуществ торговли с нами. Это исполнение ордеров по лучшим ценам и максимально возможные узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса и, конечно, самое важное – это отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Также напоминаю, что у нас с вами вся информация продолжает носить прогнозный характер, ни в коем случае не является рекомендацией купли или продажи финансовых активов прямо здесь и сейчас, и, друзья, доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что в работе у нас 30-минутный таймфрейм, то есть основной интервал графика полчасовой, скользящий по-прежнему две штуки, обе экспоненциальные, одна с периодом 12, вторая с периодом 48. Взаимные точки пересечения которых продолжают давать нам сигналы на покупку и на продажу. 12-я пересекает 48-й сверху вниз продажа, снизу вверх покупки. МСД у нас с классическими параметрами 12, 26, 9. Ищем дивергенции. На вершине рынка пример в левой части графика, а на дне рынка в центральной части графика. Ну и смотрим за расположением индикатора МСД относительно на нулевой линии, и помним, что момент пересечения этой нулевой линии тоже является сигналом. Основной упор, как всегда, делаем на анализ графический, уровни линии тренды, в том числе и FIBA уровни, приложенные на законченные трендовые движения. Ищем коррекцию. Наиболее вероятные отметки, напомню, 38,2. Вспомните, российский рубль, о нем мы еще поговорим сегодня. И 60 на целое 80%. Ну и плюс фигуры, все, что можем найти, треугольники, головы и плечи, кратные вершины и основания, вымпелы, флаги, клинии, ромбы, прямоугольники и, конечно же, ценовые каналы, которые тоже у нас постоянно встречаются и дают хорошие ориентиры для принятия торговых решений. Ну а теперь давайте более детально посмотрим с вами на новостной фон, хотя, если честно, особо тут смотреть не на что. В 12.30 нас ждет ВВП по Великобритании, будьте внимательны с британским фунтом, там наметилась такая суровая коррекция, об этом мы тоже поговорим. Данные по ВВП могут, в принципе, как подлить масло в огонь, так и наоборот остудить это падение, поэтому будьте более осторожны и смотрите по факту, что там выйдет. А вообще в целом в 12.30 по Великобритании, ну у них как всегда, это только Великобритания такое умеет делать. Там выходит то ли 6, то ли 7 новостей и все о разной степени важности. Там предварительные данные по ВВП за третий квартал, еще какая-то штуковина. Вот. В общем, целый список. Откройте календарь, изучите внимательно. Я выбрал самое важное из этого, на мой взгляд, но не исключено, что рынок там обратит внимание на какой-то другой показатель. Поэтому по Великобритании никогда точно не знаешь, почему фунт пошел, потому что бывает так, что у них в одно и то же время там целый ряд показателей от пяти до восьми вполне может быть опубликовано, без всякого зазрения совести. Далее, друзья, 21.00 мы замыкаем все это дело. Отчет Байкер Хаджес по активным нефтяным платформам в США. Ну, здесь классически смотрим на нефть, которая выполнила тоже наши цели по прибыли и стремительно приближается к 70 долларам, что и следовало ожидать. Поэтому данные по нефтяным платформам тоже здесь могут сказаться на этом процессе, будьте более внимательны и осторожны. И, в принципе, это все на сегодня. Такие дела. Ну, а теперь давайте начнем, как всегда, наш классический набор от евро до натурального газа. Здесь и валюты, и банковские металлы, и энергоносители. Фондовые индексы, конечно же. В середине мероприятия крипта. Вот тот самый дракон, который вроде как повержен, но я считаю, что он все-таки спит и еще даст о себе знать. И, друзья, в конце инструменты по вашим заявкам, где вообще все просто шикарно. Ну, почти все, если быть абсолютно честным. Но до этого мы тоже еще дойдем. Итак, друзья, начинаем с евро-доллара, который отыграл весь рост, который был. И вообще непонятно, куда дальше валится. Как вы понимаете, глядя на этот график, несложно догадаться, как выглядит индекс доллара. Но это вполне логично. А вот, и тем не менее, факт остается фактом. Под вечер у нас вчера постигли такие серьезные распродажи, а с наступлением европейской сессии сегодня, как видите, тренд на снижение продолжается. Присоединяться к этому движению, как по мне, поздно. Более того, каких-то активных сигналов для торговли здесь замечено не было. И как по мне, ситуация, ну, достаточно плохая. Особенно учитывая тот факт, что сегодня пятница, то аж вообще не хочется в рынок заходить в преддверии выходных. Поэтому, друзья, подумайте, надо ли вам такое счастье, вот, или все-таки не надо. Ну и на текущем этапе скользящие МСД все в продажах. Собственно говоря, по графическим формациям здесь тишина. То есть ничего нового не появлялось. И я думаю, сегодня уже и не появится. Можно такой прогноз сделать. Британский фунт. Вот видите, что произошло. То есть вчерашний день у нас так очень быстренько от восходящего движения к нисходящему. И сегодня мы почти уже выполнили 38,2 по FIBA коррекции на все это безобразие. При этом обращаю ваше внимание, что сейчас продавать поздно. Если у кого-то продажи были вчера, я, правда, не знаю, на основе каких факторов, но, может, заприметили пробой трендовой линии, который я, кстати, вчера не заметил как таковой. В общем, считал, что это просто не очень значимое событие, что мы тут в коррекцию ушли. Ну, в боковик, по сути. В момент, когда мы общались. А потом, как видите, фунт тоже накрыло волной распродаж, и мы все ниже, ниже и ниже. Логично предположить, что коррекция может оказаться глубокой, в район 28,85, то есть 61,8% по FIBA, но пока что вот имеем, что имеем. По MACD продажи, по скользящим продажам, по FIBA продажи, везде продажи. Но если заходить по правилам и ставить стоп за максимум, цель уже не оправдывает возможный стоп-лосс. Такие дела. Если кто в продажах сидит, друзья, все шикарно, продавайте дальше, ждите, что из этого получится. Далее, друзья, доллар-франк. Что касается доллар-франка, вот что его касается. Пробой верхней границы канала. Ну, здесь, конечно, все закономерно и справедливо. Взгляните на график евро-доллара. И цель 0,150. Мы все дальше от паритета. Отходим от нулевой линии. Максимум пока не обновили, которые были неделю назад, но достаточно близки к этому. И на текущем этапе, если тренд не изменится, вполне очевидно, что мы пойдем и выше. Сейчас покупать резонно нет. Это можно было делать только вчера под вечер, если вы пробой увидели. Ну, и соответствующим стоп-лоссом. А сейчас выполнено почти 40% цели. Поэтому входить в рынок – это затея бессмысленная. Стоп уже больше профитов в полтора раза. Такие дела. По MSED, кстати, у нас вроде как покупки. Дивергенции здесь нет. Ну, опять же, вот этот момент сложно назвать дивергенцией, потому что здесь то ли 4, то ли 3 пика. Ну, в общем, неоднозначная картина. Поэтому дивергенция здесь, как по мне, не вырисовывается в цельную картину. И все-таки считаю, что выше нулевой линии находимся, значит, идем в рост. Далее. Доллар-еда. Если вы вчера все-таки польстились на этот канал, который я для вас любезно нашел, то это все дело закончилось стоп-лоссом. Ну, я так и предполагал, на самом деле. Здесь, знаете, единственной прелесть этой сделки было то, что риск там был 12 пунктов. И это, по сути, были все ее преимущества. Ну, соотношение прибыли к риску тоже было неплохим. Приближалось к 6 к 1, а может даже и к 7 к 1. На текущем этапе, если вчера продавали, получили вот этот мелкий стоп и, скорее всего, я думаю, больше в рынок не входили. Но если перевернулись на покупку, то сейчас надо ждать, чем это все дело закончится. Как по мне, иена по-прежнему ведется не очень предсказуемо, поэтому я что вчера в рынок не стал лезть, что сегодня. То есть решил так поступить, ну, с моей точки зрения, осторожно, как я обычно и делаю. И здесь в рынок не входить, потому что, ну, что канал не нравился, как факт. Что, собственно говоря, ну, выглядел он тоже примерно так же, как и. Так же, как и не нравился. Ладно, я надеюсь, вы поняли мою мысль. То есть я вчерашний вообще вариант считал не очень классическим. С вами поделился исключительно из соображений соотношения стопа к профиту. Если стоп получили, не страшно, 12 пунктов, я думаю, можно пережить. А сегодня вне рынка, естественно, просто смотрим. Если покупки открыты, ждите роста. Ну, это логично. Вниз не отработали. Верхнюю границу пробили. Можно ширину приложить в точку пробоя и получить цель, ну, практически 114.60, там, 114.70 плюс-минус. Едем дальше. Следующий наш герой – золото. Золото все-таки выбило стоп вчера. Да, друзья, сначала мы прижимались, прижимались к нижней границе канала. Помните, мы вчера его изобразили. Я настроился, конечно, на рост и на то, что канал сохранится. Но все-таки два заработка на продажах. И третий раз тоже вполне очевидно так шел в руки и просилась покупка. Но нет. 1235 мы не увидели. Давление на золото возрастает. Мы уже пробили 1220 и стремительно опускаемся все ниже. Ближайшая цель – 1211.85. Если вы не продали вчера по факту стопа или на откате, сегодня продавать бесполезно и бессмысленно. Половина цели практически выполнена. Поэтому по золоту история вот такая. Да, скорее всего, мы продолжим падение. 1211.85.212 нас ждет. Но с практической точки зрения бесполезно. Стоп уже слишком далеко надо ставить. И цель не оправдывает риски. Какие вот дела. А за вчерашний стоп, конечно, обидно. Мог хороший канал получиться. Но бывает не получилось. В итоге пробились и пошли отрабатывать уже его вниз. По МСД, кстати, продажа. По скользящим продажам. По каналу продажи. В общем, гнев на милость или милость на гнев, что на что сменилось, не знаю. Но факт, что направление движения мы поменяли и с боковика ушли. Серебро. В отличие от золота, ну, скажем так, ну, так же, как и золото падает. Но в отличие от золота, не особо все это уж и интересно происходит, как по мне. Опять же, движения очень мелкие. Ну, по факту, можно сказать, их почти нет. Все происходит в том же диапазоне 20 центов. Если кто-то из вас вчера умудрился продать, ну, помните, мы рисовали здесь боковик. Я просто освежу память, как это было. Хотя, я думаю, вы все помните, но на всякий случай. В общем, вот, было это вот так. Ну, и вот, собственно говоря, вчерашний выход, пробой, даже тест с обратной стороны. В общем, там все это было. И попытка сейчас отработать ширину, приложенную в точку пробоя. То есть, пока что мы выполнили цель наполовину, так же, как и на золоте. Идем в район отметки 14.25. И, скорее всего, прийдем. Но с практической точки зрения, все это сейчас бесполезно. Торговать здесь негде, и смысла не готова. По MACD продажа, по скользящим продажам, по каналу тоже, в принципе, продажи, но с наполовину выполненными целями. Ладошки с серебром разобрались. Как по мне, оно по-прежнему не так интересно, как золото. Даже несмотря на то, что на золоте был стоп-лосс, а на серебре его не получали. Доу и СНП сразу их вместе рассматриваем, потому что все одинаково. Стоят на месте. Нащупали мы какой-то уровень сопротивления и топчемся. Как видите, выше 26.200 пока подняться не получается. По MACD пока еще покупки, по скользящим тоже пересечения нет. Практически такая же история с СНП, но здесь более явно видно нисходящую коррекцию от уровня сопротивления. Мы напоролись на него в районе отметки 2815 плюс-минус. И сейчас уже скользящие еще не пересеклись, но MACD вывалился ниже нулевой линии. Хотя вывалился, это, наверное, громко сказано. Ну так, слегка опустился, едва заметно. В общем, картинка та же. Если вы вдруг каким-то чудом до сих пор были в покупках и никого не слушали, и учитывая то, что сегодня пятница, и учитывая вот это замедление рынка в четверг и практически его полную остановку, считаю, что дальше резона тянуть вообще никакого нет. Вот здесь уже точно пора фиксить. И что бы там ни произошло, это будет верным решением. Что касается меня, ну поскольку я вне рынка, мне легко рассуждать. И что касается всех вас, друзья, кто вне рынка подол в силу тех или иных причин, мы просто останемся там же. Что долг, что S&P. Сейчас торговать не будем. Посмотрим, как закроется неделя. И самое интересное, как она откроется. А там уже будем делать новые прогнозы. Евросток. Он, судя по всему, нас так спокойно не отпустит с профитом. В общем, какие итоги вчерашнего дня. Если вы перенесли стоп-лосс туда, куда мы обсуждали. Вот я правда... Да что ж такое, я постоянно кнопкой промахиваюсь. Я, правда, всячески настаивал, что делать этого не стоит. Еврост, ну, считал, что стоп по-прежнему должен жить, где живет, под нижней границей треугольника. Но если вдруг все-таки вы это сделали и перенесли стоп вот под этот минимум, я вас поздравляю, что вчера вы его получили. При этом где-то половину прибыли вы заработали от 80 до где-то там 160 долларов. Ну, во всяком случае, должны были заработать, если все делали, как я и рекомендую. То есть депозит от 10 тысяч и в рынке от 5 до 10 процентов. Вот. В результате здесь все закончилось, профит получен, и, слава богу, нервотрепкой это тоже закончилось. Те из вас, кто решил подождать и стоп не переносили, ну, друзья, придется запасаться терпением. Вчерашний день, как вы видите, привел к снижению. Максимум мы обновили после ГЭПа, но не тут-то было. Дальше начались распродажи. Я вчера уже успел порадоваться, когда я еще наблюдал практически в реалтайме, как мы тут отрастаем, и думаю, ох, класс, сейчас уже дойдем. 32.65, ага, сейчас. Не все так будет просто. Вот мы скорректировались, и сейчас минимумы тоже обновляем. Открытие нерадужное. На текущем этапе, как по мне, если у вас нет сделок, ну, в силу тех или иных причин, вы не открывались, либо получили стоп трейд в безубытке, а новых сделок не открываем. Если у вас покупки открыты, ждем. И при этом, друзья, настраиваемся всеми силами на то, что сделка явно переедет через выходные. И к этому надо быть готовым, и к тому, что в понедельник открытия могут быть с большими ГЭПами, тоже надо быть готовыми. Поэтому здесь история такая. Увы и ах, но тем не менее, такая вот штука. Едем дальше. По MSED, кстати, продажи, и по скользящим тоже продажи формально, но я бы сказал, что здесь просто продолжается переплетение, характерное для боковика. Добили мы с вами Евросток, и пока он нас не добил, и едем дальше. Nikkei, друзья. Есть утренняя идея с распродажами. Правда, опять же, учтите, вероятность, ну, я бы сказал, близится к нулю, что мы сделаем эту цель сегодня. 22 600 стоп-лосс, 21 565 тейк-профит. Пробой канала есть, правда, последний раз мы много раз не доходили до верхней границы, но тем не менее, выглядит это плюс-минус вот так. Я не стану настаивать, что здесь надо входить в рынок. Более того, я даже считаю, что делать этого не надо. И первая причина – пятница. Лучше уже дождаться понедельника и там принимать взвешенное решение. Поэтому, как в мультике, баба-яга против. То есть я не поддерживаю свою собственную идею о продаже, хотя сигнал здесь, в принципе, довольно отчетливый. Сразу говорю, сам в рынок не полезу. То есть я всегда стараюсь предельно честным быть с вами. Поэтому у меня сделки точно не будет. Я дождусь понедельника. Как поступите вы, решать только вам. Ситуация сейчас такая. Если разделяете идею вот с этим каналом и вообще точку зрения с распродажами, брать на вооружение можно и входить в рынок. Если не разделяете все это дело, то остаемся вне рынка и просто ждем. Я остаюсь. Буду смотреть со стороны. Мне Nikkei сейчас вообще не хочется открывать. И есть некие подозрения, что вполне возможно и канал может выглядеть иначе. Да и вот этот пробой ничем не закончится. Поэтому я жду понедельника и там уже буду смотреть, как открытие пройдет в новой неделе. Далее. Нефть. Ну, друзья, очередной постулат о том, что кто ждет, тот всегда дождется. Это известный факт. И 71.05 и даже 70.50 уже было выполнено. На текущем этапе мы продолжаем топтаться. Судя по всему, нащупали какую-то поддержку в районе 70.60, 70.70. Ну, плюс-минус. Где-то в этих краях поддержку мы нащупываем. Но, опять же, все это ненадолго. И я считаю, что нас уже ничто не спасет от тестирования уровня 70. 70.50, как, собственно говоря, и прогнозировал дней 10 назад. На последние веточки падения до 1000 долларов прибыли вы в карман могли спокойно положить. 73.80 стоп-лосс не сработал. Да, вчера, конечно, была нервотрепка. Мы вернулись прямо в точку открытия. Но, судя по графику, как вы могли заметить, после вот этого поглощения появилась очень неплохая возможность даже долиться для продолжения движения открыть еще одну продажу. Я не утверждаю, что вы так сделали. Но если кто с доливками работает и входит в нужных точках, то это хороший способ удваивать, утраивать и иногда даже там удесетерять возможную прибыль. Правда, конечно, риски при этом тоже пропорционально возрастают. Об этом не забывайте. На текущем этапе цели по нефти выполнены. И итог такой. Кто сильно там уж переживает и кто сейчас в рынке и наслаждается плавающим профитом, можете спокойненько себе перед понедельником закрываться и выходные провести в тишине, чтобы вас ничего не беспокоило в плане волнений на тему открытия. Кто считает, что падение продолжится, а я, друзья, вы в числе, первый готов так сказать, и считаю, то сделку оставляем на всякий случай перед закрытием рынка, если возможность будет, стоп без убыток. Правда, вы помните, в случае ГЭП это не спасет. И ждать открытия понедельника и ждать дальнейшего снижения. Вполне возможно, 70 станет промежуточной остановкой. Если мы канал продавим, то там ширина канала в точку пробоя дает нам 69,20 или 69,30. Что-то такое. Я с утра мерил, но, если честно, почему-то цифры в памяти не осели. Или, может, 69 ровно. Друзья, честно, не помню. Перемеряйте, в общем. Я померил, еще специально хотел сказать, и в итоге цифра куда-то из памяти стерлась. Хотя, наверное, учитывая количество цифр, которые я каждое утро для вас готовлю, вы мне, наверное, простите, что я одну забыл. Но реально как-то не могу вспомнить точное значение, хотя в терминале померил у себя. В общем, идея такая. Кто со мной, будем ждать нет. Дальше в падении. Кто боится всего происходящего, закрывайтесь, фиксите прибыль. И спокойно себе встречайте выходные. И мы сидим в продажах, скользящие внутри канала, пока что говорить рано о чем-то. Последнее пересечение было на продажу. Канал пока что целый. Еще не пробили, до этого все может прийти. Ну и, друзья, газ, который рвется вверх. Вообще, если честно, здесь можно вполне себе рассматривать покупки. Я опасался, что мы будем пробиваться вниз и непонятно будет вообще, какой уровень мы преодолеваем. Но, знаете, газ словно меня услышал и пошел наверх. В итоге максимум мы обновили. Там много, конечно, теней за границей канала, но факт остается фактом. Как по мне, покупки здесь могут оказаться интересными. Ширин канала в точку пробоя приложить можно, но вообще не ждите, что что-то отработается сегодня. Мне кажется, это очень маловероятно, особенно учитывая то, как газ сейчас входит. Я думаю, что канал не отработаем. Возможно, я ошибаюсь. Это просто мое мнение, что мы за сегодня цель не выполним. Но у меня мысли именно в эту сторону почему-то. А переносить сделку через выходные не хочется, поэтому газ у меня отправился в игнор. Сделки я не открываю, смотрю, что произойдет и жду открытие понедельника уже в пятницу. А кто из вас не сильно беспокоится по этому поводу, газ весь ваш. То есть покупать можно сейчас, стоп-лосс за среднюю линию и ждите, что из этого получится. И мы сидим в покупках, по скользящим пока ничего. Далее, друзья, крипта. Что можно сказать про крипту? Ну, хотелось бы что-то хорошее, но не везде получится. Начинаем с биткоина, где у нас пробой нижней границы канала и цель 6 345. При этом, если рассматривать продажи, стоп-лосс 6 580. Потенциальная прибыль до 700 долларов, что, в принципе, немало, ну и идея вполне себе живая. Не забывайте, что крипта на выходных тоже двигается, активные торги идут, поэтому будьте осторожны, чтобы, опять же, понедельник не стал для вас сюрприз. А по скользящим продажам, по каналу продажи, по МСД продажи. Здесь единогласно, сигнал есть, все красиво, в рынок входить можно, соотношение стопа к профиту где-то один к полутора. Ну, чуть-чуть не дотягивает, там, до один к двух. Далее, биткоин кэш. Ничего, откорректировали всю полученную прибыль на треугольнике, разумно поступили, что тогда вовремя зафиксились, и сейчас будем просто смотреть. Скользящие МСД в продажах, но каких-то графических формаций, к которым можно привязаться и поставить цели, я здесь положительно не наблюдаю. Поэтому, здесь, как говорится, нечего делать. Ну, как я считаю. Далее, эфир. По эфиру продолжаются распродажи, и я уже даже немножко жалею, что я по треугольнику не продавал. Как видите, 210-50, ну, судя по всему, не за горами. Мы, конечно, идем плавно, медленно, но здесь расчет, что на выходных все продолжится, и мы прийти можем. А сказать, что я там прямо сильно жалею, что я не продавал по факту пробоя треугольника, нет. Плюс, как вы помните, я поздно увидел, когда пришел, было поздно уже что-то тут продавать и входить в рынок. Поэтому, на текущем этапе абсолютно ни о чем не жалею, но кто в продажи зашел, друзья, сделку сопровождайте, больше половины профита уже выполнено, и все шансы, что 210-50, мы увидим. Я вам этого от всей души желаю, если вы в продажах по эфиру, дождаться этого результата по прибыли. И мы сидим, скользящие все в продажах, единственное, что новых формаций не появилось. То есть работаем по треугольнику и ждем отработки. Далее, Ripple. Ripple тоже бежал, бежал, бежал вниз, а сегодня откорректировался немного. 48-70, тем не менее, остается вполне себе живой целью. Правда, вот этот момент роста немножко смущает, учитывая то, что Ripple часто идет с опережением всего остального, возможно, он пытается нам что-то сказать. В любом случае, если вы продаете, хотя это и очень маловероятно, ждите 48-70, а если вы вне рынка, а я по-прежнему считаю, что по Ripple надо быть вне рынка и никак иначе, я предлагаю там и остаться, и новых сделок не открывать. По MSB покупки, по скользящим продажам, по фигурам, ну, можно сказать, тоже продажи, хотя треугольник, как вы видите, был сложным пробоем. Litecoin, но вчерашняя идея с покупками, как вы понимаете, себя не оправдала, я предупреждал, что покупать не надо, по той простой причине, что, скорее всего, роста не будет. Да, мы всего лишь чуть-чуть скорректировались и сегодня ночью пробили и тестим с обратной стороны канал. И в отличие от вчерашней ситуации, когда покупки были нецелесообразны, учитывая то, что сейчас рисует нам виток, здесь продажи весьма и весьма интересны. 54,80 напрашивается стоп-лосс и ровно 50 долларов цель. Такие вот дела. Соотношение не дотягивает до 2 к 1 профита к лоссу, но, тем не менее, больше, чем полтора к 1. Потенциальная прибыль до 600 долларов и здесь, в принципе, ну, что называется, есть за что побороться. Поэтому, друзья, Litecoin, если вам интересен, везде распродажи, скользящие, MACD, канал, в общем, все об одном и том же. И это вполне себе резонный повод данную сделку рассмотреть. Поэтому, если надумаете, к Litecoin присмотритесь, он достаточно интересен. Dash примерно настолько же интересен, но у него другая проблема. Мы уже в пике отрабатывали половину цели по каналу и по-хорошему здесь продавать надо было в 12.30 по факту закрытия получасовки с целью 155 и стопом почти 170, 169.80. Потенциальная прибыль как-то не странно почти такая же, как на Litecoin, она чуть-чуть всего отличалась, я округлил в эту сторону, кстати, в меньшую. И на текущем этапе противный момент заключается в том, что продавать поздно. Если вы померяете, вы увидите, что стоп практически равен профиту. То есть, от текущего уровня, увы, неинтересно все это делать. Если мы откатимся чуть выше, это будет хорошим резоном для захода в рынок, но сейчас эту сделку я бы пропустил. Если, конечно, вы ночью не вошли и не заприметили этот сигнал. Ну и, друзья, Monero, которая уже отработала все, что можно отработать, тоже пошла с небольшим опережением. Цели по каналу мы практически выполнили, там ерунда осталась. И в результате отметили 105 долларов и 60 центов за монету. Скользящие мы сидим, все перешло в режим распродаж и по каналу тоже пробой и как следствие продажи. Здесь я даже ничего не рисовал, потому что здесь очень поздно о чем-то говорить. Решение надо было принимать вчера и то, друзья, я не думаю, что кто-то из вас успел продать. Был вот этот ложный пробой позавчера, после чего мы вернулись. И вчера вот такая попытка пробоя тоже с большой тенью отката внутрь канала. Поэтому не все так смотрелось однозначно. А когда закрылась следующая получасовка, вообще уже никакого смысла продавать не было. Поэтому я думаю, что Монеро осталось за кадром и даже если вы вживую наблюдали, вы здесь не открывались. А вот у меня тоже сделок нет, я просто смотрю за происходящим. По МСД продажи, по скользящим аналогично. Ну что ж, друзья, инструменты по вашим заявкам. Пришло время посмотреть на то, что больше всего будоражит зрителей Utrade TV. И я, кстати, хочу напомнить, что я давненько не напоминал. Друзья, если у вас есть пожелания и предложения, все по-прежнему. Хотите добавить в нашу аналитическую встречу какой-нибудь инструмент и чтобы мы его обозревали каждый день, напишите об этом в чате, напишите мне об этом, не знаю, в Фейсбуке личных сообщениях, где захотите. Что интересно вам, чтобы добавить тот или иной инструмент. И я с радостью этот вариант рассмотрю, поанализирую, если что, добавим, конечно, будем его изучать. В конечном итоге аналитика делается исключительно для вас. Поверьте, я все это и так знаю. Для себя могу сделать и самостоятельно. Важно, чтобы были те инструменты, которые интересны в первую очередь вам. Ладно, такая маленькая ремарка. Давно я об этом не говорил, но справедливости ради давно никто ничего не писал в чате и не предлагал что-то рассмотреть. Поэтому пора вспомнить, что такая возможность чисто технически существует. Итак, начинаем с австралийца, где все плохо. Плохо не в том плане, что он растет или падает, а плохо в том плане, что нет никаких сигналов. И австралиец, если честно, уже надоел. Новозеландец какие-то сигналы подает, а этот просто какой-то партизан. Ну или опять же я чего-то не вижу. Хотя я с утра опять пытался сюда канал нарисовать, и мне он в итоге не понравился. Выглядит он как-то странно. А вот, там недоходы, там недоходы, там где-то ложное пересечение. Короче, не знаю, я от идеи канала отказался. На новозеландца красиво, вот вообще спору нет. На австралийцев писать не получается. По скользящим продажам, по МСД продажам. Полное отсутствие, как по мне, фигур, каких-то вменяемых формаций. Вот, и как следствие полное отсутствие возможности нормально поторговать. Поэтому австралиец, как по мне, не торгуем, просто смотрим и ждем. Новозеландец, в отличие от австралийца, выглядит картиночка вот так. Пробой нижней границы канала с тестом, со всеми делами. Цель 66.35, 100 плюс 68. От 600 до 1200 долларов потенциальная прибыль, что весьма и весьма как бы солидно и серьезно. Поэтому на новозеландце все очень может оказаться прибыльно и интересно. Поэтому рассмотрите тут вариант торговли. Но опять же, есть подводный камень. Сегодня пятница и очень мала вероятность, что мы пройдем это все за, соответственно, один день, а точнее за 12 торговых часов, которые нам остались. Это маловероятная сделка, если будет открыта сегодня, практически 100% с моей точки зрения, переедет через выходные. И с этим надо, ну не то чтобы бороться, это надо учитывать в своей торговле, если вы сегодня будете открываться. А открытие понедельника, вы знаете, штука непредсказуемая, гэпы тоже бывают. По скользящим продажам синяя уже тоже практически вышла из канала, ну чуть-чуть пересекла, то есть уже за пределами, по МСД тоже продажи. Вот такие дела с новозеландцем. Внезапно от бурного роста, ну как бурного, в канале мы перешли к коррекции и к потенциальным распродажам. Вот такие вот дела. Далее, друзья, канадский доллар, ну как всегда, я даже комментировать это не очень хочу, но у меня выбора-то особо нет. Пару слов сказать придется, ну все по старой схеме, то есть все, что по классике, мы не отрабатываем и летим в противоположном направлении. Это если в двух словах. Вот вчерашние движения, конечно, там и фундаментальные факторы подбешались, но тем не менее. По скользящим снова покупки, по МСД аналогично, дивергенций тут нет. Картина канала полностью сломлена, то есть никаких нормальных тут меняемых идей и просто ждать, смотреть, ничего не делать. Далее, евроканадец. Друзья, кто в покупках, я вам искренне сочувствую. Как видите, мы все ниже и к 49.10 неумолимо приближаемся. Здесь большое спасибо евро-доллару, это все он виноват. Канадец старается изо всех сил, но не может пересилить, одеяло перетянуть не в состояние. Кто вне рынка, естественно, никаких новых сделок, кто все-таки на покупку открывался. В пике мы отрабатывали половину цели и дальше, как видите, уже третий день нас корректирует прямо в направлении стопа. Закрываться сейчас бессмысленно, то есть мы не знаем, будет стоп или все-таки мы вернемся и пойдем к профиту. Поэтому, если вы в покупках, только ждать. Это самая разумная тактика. Ну, стоп мы ставим для того, как вы помните, чтобы в итоге его получить, если мы ошибаемся с направлением. Поэтому здесь только ждать и смотреть, что в итоге выявит. Хотя для евроканадца вся эта история типичная. Как вы помните, это специфический кросс-курс. У него своя история жизни. Я его до конца по-прежнему не осознал, да и до начала тоже. То есть для меня он по-прежнему такая загадочная субстанция на рынке, которая живет своей жизнью. По МСД, кстати, продажей, по скользящим аналогично, хотя мы возвращаемся внутрь канала. Далее мексиканский Песо. Поздравляю всех с заслуженной прибылью. Вы все молодцы большие, хорошо поработали вчера, да и Песо не подвел. Красиво направлено к 20-21 все, как и следовало ожидать. 19-67 стоп не достали, цель по каналу отработали, профит получили. Моя рекомендация все сейчас позакрывать, хотя скорее всего рост продолжится, это, ну, тоже я практически в этом уверен, но опять же камень преткновения выходные. Хотите держать сделку через выходные и тяните в стоп без убыток? Ну, тут по факту есть где-то два варианта. Первый вот здесь, второй вот здесь. Второй менее предпочтительный, какая-то случайная там фуктуация, колебания и его выбьет. Здесь более интересно, но при этом защищаете только половину прибыли. И дальше ждать дальнейшего роста. Может быть, это окажется вымпел, и мы еще там пойдем в район 20-50, может, нет, не знаю. Но есть такие мысли, что рост продолжится. Поэтому, кто решит проверить стоп без убыток и ждать, кто, собственно говоря, считает, что и так достаточно, за один день это шикарный результат, а это действительно шикарный результат, даже за полдня, я бы сказал, потому что основное движение было там меньше 10 часов, то фикситесь прямо сейчас, если вчера не сделали этого и радуйтесь жизни. Так, песо разобрали, здесь все хорошо. Турецкая лира все тоже хорошо, правда, пока отработали половину цели. Я, знаете, как говорят, держу кулачки, что сегодня мы все-таки 5.56 добьем, но, друзья, опять же, пятница, надо трезво смотреть на вещи, вероятность этого хоть и присутствует, но небольшая. Однако, учитывая вчерашние темпы роста и вообще, сколько в среднем лира ходит в день, это вполне вероятно. То есть, здесь такое 50-50, может быть, сделка переедет через выходные, а может и нет. В любом случае, выбора у нас нет. Цель не выполнена, стоп не сработал, цель не достигнута, ну, как я и сказал, ждать, и никак иначе. Кто переживает, стоп затяните в безубыток. Кто не переживает, я бы, на самом деле, не переживал. Ну, я и так не переживаю, и вам не советую. Стоп должен остаться там же, где стоит, и просто пока спокойно ждать цели. Если переносить его в безубыток, то перед самым закрытием рынка, когда станут понятны все локальные максимумы и минимумы сегодняшнего дня. Поэтому здесь, с турецкой лирой, я бы не торопился. Вот, и все оставляю, как есть. От 200 до 400 долларов наш потенциальный профит. Ждем и надеемся, что не зря. Едем дальше. От турецкой лиры переходим к российскому рублю. Наконец-то. Дождались. Да, друзья, шикарное открытие сегодня с ГЭПом. Хочется сказать, куда ему и дорога в сторону удешевления. Уже просто надоело ждать результата. Заветная цифра 6710 все ближе. Меня сегодняшнее открытие вообще порадовало. Знаете, аж расцвелась сделка. Даже несмотря на слопы в течение месяца и несмотря на все ожидания, несмотря на все остальное. Вот, опять, знаете, забрежил лучик надежды. А с другой стороны, вы должны понимать, что это ну не просто там лучик надежды, который ни на чем не основывался. Эта сделка осталась жива лишь благодаря тому, что правильно был поставлен стоп-лосс. Поэтому у кого стоп стоит на 6490 и кто по-прежнему с нетерпением ждет 6710, друзья, наша цель уже близко. Поэтому отомстим российскому рублю и отомстим этой сделке длиной в месяц и уже практически целую неделю. И все-таки зафиксим наш заветный профит. Я надеюсь, что сегодня, опять же, считаю, маловероятно, что 6710 мы увидим. Скорее всего, пойдем туда в понедельник или на следующей неделе. Но опять же, может быть, такая надежда сохраняется, что все-таки сегодня это произойдет. И я напомню свою точку зрения, что надо фиксироваться. Конечно, это будут самые выгонченные от 450 до 900 долларов прибыли в течение 5 недель, но тем не менее, это не отрицательный результат. Кстати, там где-то от 25 до 50 долларов слопа еще накапало, поэтому в зависимости от того, какой суммой заходили, будьте готовы, что где-то там 5% от прибыли здесь мы платим. Ну, опять же, если вы в рынке, что я вам это рассказываю, вы и сами видите в терминале свои текущие результаты. А тем, кто вне рынка по рублю, наверное, это все неинтересно слушать, вы просто сейчас не торгуете этим инструментом. Ладно, друзья, я больше, знаете, тут одеяло на себя перетянул, радуюсь тому, что у меня все наконец-то выравнивается в плане этой сделки и все-таки она выходит в хороший плюс. Надеюсь, скоро от нее избавиться и забыть. Как страшный сон, но тем не менее с приятным результатом. Далее, индекс доллара. Поздравляю вас всех со стоп-лоссом, он полностью ваш. А вот 96.20, никакой отработки по каналу, никаких 95.45, только в мечтах. И, судя по графику евро-доллара, 96.85 по индексу доллара не за горами. Поэтому, друзья, здесь история вот такая и в ближайшее время достигнем. Конечно, сегодня никаких покупок, 75% целей выполнено, я аж заговариваться начал, поэтому точно никаких сделок. А вот покупали вы вчера или нет, это хороший вопрос. В принципе, все было достаточно видно, когда проповый происходил, если были продажи, как стоп получали, то есть было понятно, что идем в другую сторону, но опять же, я не уверен, что вы открывали покупки. Поэтому никакой потенциальной прибыли я тут не указываю, а кто в рынке и покупает, вот вам живой ориентир 96.85, ждите именно его, причем такими темпами, я думаю, даже сегодня. То есть здесь есть большая вероятность, что через выходные как раз эта потенциальная сделка не переедет. Ну что, друзья, как всегда вспомним, что наша аналитическая встреча и передача исключительно аналитическая, все это прогноз, прогноз, прогноз и еще раз прогноз, не рекомендация к торговле прямо здесь и сейчас. Я также напоминаю, что я делюсь исключительно своей точкой зрения о рынке и опираюсь на, конечно, свой предыдущий опыт торговли в основном и положительные результаты. Хотя доходность в прошлом, как вы знаете, доходности в будущем гарантировать не может. Также напоминаю, что уже сейчас, даже несмотря на то, что пятница, вы можете зарегистрироваться на сайте ruarumcapital.eu, открыть свой торговый счет, пополнить его и начинать торговать и зарабатывать. Все детали, все подробности на сайте, регламент торговли там же, в общем, вся полезная информация легко может быть вами обнаружена. Инструментов большое количество, условия торговли гибкие и вся информация на сайте в вашем распоряжении есть. Ну, а в завершении нашей встречи я с вами, как всегда, не прощаюсь, хотя три дня мы с вами не увидимся, но в понедельник встретимся, 12 число, все как обычно, на том же месте, в тот же час, в 11.00. Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, или вы хотите каких-то новых торговых инструментов в нашей аналитике, я жду вас в чате, а так, в принципе, на сегодня у меня все, будем подводить итоги. Хорошо, спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы в чате можно написать. А у меня вопрос, Владислав, можем ли мы открыть нефть, живой график, и посмотреть на него, поскольку пока вы выступали, нефть смогла прогуляться вниз, потом немного отбилась, ну вот нам интересно, конечно, продолжится ли дальнейшее движение вниз, поршу, живой график нефтя, это может быть. Это очень живой график нефти сегодня, поэтому там есть... И нефть живая, и график. Ну, Владислав, после того, как вы говорите о том, что газ рвнулся наверх, мы ничему не удивляемся, потому что газ, он же легче воздуха, он должен всегда рваться наверх, а к сожалению, на графике это не всегда так получается, поэтому... Секунду, терминал надумал внезапное обновление, поэтому небольшая задержка. Терминал, друзья, обновляется раз в году, и именно сейчас он начал... Я понимаю, почему это так, потому что сегодня, друзья, сто лет со дня окончания Первой мировой войны, в честь этого праздника обновляется все? Возможно, возможно. Главное, чтобы новые войны не обновлялись. Все остальное я только за. Так, сейчас, секундочку. Нежелательно. Вообще, на самом деле, друзья, праздник большой, имейте это в виду. Та война была такая, ну, серьезная, поэтому наложило отпечаток. Так нефть пробила уже канал. Шикарно. Я за что вам и говорю? Я в восторге. Я рад, что мой такой среднесрочный прогноз сбылся. Ну, хотя как пробила? Она пытается его сейчас тестить с обратной стороны. А, я же проекцию не... Я так обрадовался, что аж проекцию не включил. Сейчас, Ага. Да. Давайте посмотрим. Ну, естественно, наш вопрос, ожидаете ли дальнейшего движения? Конечно, конечно. Как и говорил, ничего не отменяется, все только усугубляется. Причем 70, это может быть промежуточная точка остановки, круглый уровень нас может долго не задержать. Да что ж ты будешь с тобой делать? Вот сейчас скажу, какая цифра. Уже точно смогу сказать. Ага. Вот. Я почему-то думал про 69, но видите, 68. 68, да. Что-то я неправильно померял или неправильно запомнил. 68, 68. Такие дела. Причем первая попытка совершилась у нас на глазах последние... Да, да. Ну, это логично, как бы. Мы, во-первых, попробовали, сколько там минимум был. Low 70, 15. Ну, логично. Мы пробуем сильный круглый уровень на ощупь. Понятно, что с первого раза не пройдем. Там наверняка заявочек на покупку хватает. Но я все равно считаю, это вопрос времени. то есть ровно 70. Увидим, а дальше считаю, что скорее всего пробьем и пойдем дальше. Ну, вот. Остается дождаться нормального пробоя канала, потому что, как вы понимаете, вот этот хвост нельзя назвать нормальным пробоем. Ну, давайте смотреть правде в глаза, как бы. То есть это пока что все на уровне теста. Вот посмотрим, как еще ближайшие пару свечей закроются, получасовых. Будет ли откат наверх, там, ну, такое. И дальше уже будем действовать, исходя из этого. Понятно. Ну, в общем, кто зашел на более высоких уровнях, сидим, ждем. Да, да, без вариантов. Особенно, если открывались тогда, когда мы обсуждали, вот здесь, ну, это просто грех сейчас закрывать позицию. То есть, если прям очень страшно, тащите стоп в безубыток за среднюю линию канала или вообще произвольно куда хотите. Вот, но закрываться сейчас, я считаю, это не очень хорошая идея. Опять же, возможно, я ошибаюсь, я так уверенно, конечно, говорю, может, я ошибаюсь, мы прямо отсюда начнем расти на 72,70. Такой вариант тоже есть, но я закрываться точно не собираюсь здесь. Ясненько. Поняли вас, Владислав, спасибо большое, что уточнили текущую ситуацию по нефти. Вам сегодня хорошего дня и хорошего настроения. Да, я от себя все эти пожелания отражаю и провоцирую, друзья, на всех, на вас, и на вас, Игорь, тоже, и на зрителей Utrade TV. Всем, друзья, спасибо за внимание, надеюсь, недельку закончим хорошо. Я в целом могу сказать доволен этой неделей, вот, несмотря на то, что не всегда получалось быть у экрана монитора, подторговал неплохо. Надеюсь, у вас результаты примерно такие же, и вы можете их тоже так охарактеризовать. Всем удачи и до встречи в понедельник. Спасибо, до свидания.